У нас плановое занятие университета современного производства. Есть предложение в связи с тем, что Виктор Аркадьевич был на встречании важным. Есть информация, заслуживающая особого внимания. Слово предоставить Виктору Аркадьевичу Киркину. Сколько времени? Я думаю, здесь можно положить. Вопросы, если будут, то чуть-чуть ответим. Уважаемые товарищи, кто-то уже немножко в курсе этой проблемы, для кого-то это давно и будет. Речь идет о возможности использования парламентских форм борьбы на нашей поляне. Использовать эти формы для того, чтобы развивать и экономическую, и политическую борьбу трудящихся классов. И мы с вами этому посвящали отдельное занятие в прошлом полугодии учебном. Общий вывод, что надо бороться, надо драться. И вот разговоры о том, что это ни к чему не приведет, это ничего не дает и прочее, они несостоятельны. Несколько доводов. Первое. Еще Владимир Ильич Ленин говорил, что если даже сколь-нибудь значительное число рабочих и крестьян верят, заблуждаются и участвуют в этих выборах, надеются на этих депутатов, то и мы обязаны это учитывать и участвовать. Кое-нибудь значительное. А у нас с вами, при всем при том, что явка низкая, выборы там фальсифицированы и так далее и тому подобное, миллионы ходят. Кроме того, что миллионы ходят, еще миллионы голосуют за КПРФ. Хотя бы за название коммунистическое. Миллионы. Поэтому мы с вами отсюда должны это учитывать, должны сами стремиться к тому, чтобы ясно и догадываться. Второй довод это то, что почти в любом, почти в любом, более-менее серьезном конфликте на производстве так или иначе, все равно выходят и обращаются на депутатов. Я был когда депутатом, ну, черт кто знает, сотня, это точно, вот, обращение всяких писем и прочее, прочее за... Это только по Санкт-Петербургу. Ну, это только, да, только по Питеру. Смотрите, Форд взаимодействует и обращаются и прочее, прочее. Докеры тоже самое взаимодействуют, защита наша, тоже самое там, ну и так далее и тому подобное. Поэтому надо, вот, надо за это бороться, драться и так далее. Можно было бы быть удовлетворенными и сказать, что у нас есть там представительство. Вот, ребята из КПРФ, давайте. Но, к сожалению, эти ребята, где-то фракция, что в предыдущие создавал, когда я был, что сегодня, на эту тему, на это направление, внимание уделяй постольку, постольку. Я уже приводил тогда данные в Комитете по образованию, дай бог память, 7 или 8, и Алферов, и Зюганов, и Мельников, и далее. А в Комитете по труду был один, так сказать, сейчас один. Один человек, самый профильный, самый терморный, и никакого внимания. 50, сколько их сейчас, 54, что ли, депутата КПРФ, ни одного рабочего нет. Там есть депутат Багриков, бывший представитель Союза правых сил, СПС. По Алтаю прошел вторым номером, значит, за определенные деньги, как предприниматель, там есть. Сейчас в Думу Московскую проведен Кумин, бывший предприниматель системы РАОС, тот же самый, беспартийный, соответствующий. Чего там таких целых, но ни одного лидера реального профсоюза, ни одного человека, кто бы на этом специализировался, изучал бы, занимался бы, связь бы держал, ни хрена нет ничего. Это я к тому, что хочешь не хочешь, мы стоим перед проблемой, как-то надо. Надо самим, значит, как. Если не можем мы КПРФ убедить, что ли, их надо заставить, шантажировать, влезать задницы к стенке, что давайте. Понимаете, примерно один раз нам этот маневр удался в 2003 году, когда мы их прижали и заставили подписать соглашение. И то они нас тогда кинули, и вместо договоренных трех-пяти человек мы получили одно депутатское место. То есть, это дело все-таки собственное, нашей борьбы и прочее, прочее. Для того, чтобы иметь возможность, надо иметь зарегистрированное юридическое лицо, называемое политической партией. По закону так. Как вы помните, мы имели статус партии политической линии, но решение Верховного суда нам эту возможность обрезали. Если до этого при тех же переговорах с КПРФ у нас как-то получалось, то поэтому они начали с собой, через губу разговаривать. Но вы же теперь не политическая партия. На них партия, что-то нам зарегистрировали. Поэтому есть единственное, есть только, есть и так далее. И вот родилась идея. Ну, убили нас по суду, зачешки набили, выводы сделали, давайте по новой зарегистрируемся. Но тяжело, потому что барьеры высокие. Ну, сейчас с нового года 45 тысяч численность. Требования по распределению этой численности по герархии, чтобы не менее чем по 500 в 50 процентов. Вот там есть требования, всякие сложные. Особое внимание на это направление, вот где радикальные, скажем так, классовые действительно. Поэтому вы немножко тяжеловаты. И родилась идея, что давайте-ка соберем союзников, попутчиков, друзей своих, те, кто занимается этим рабочим движением, так сказать. Да, объединение в одну партию сложно. Тут дисциплина, взносы, теория, личные отношения, предыдущая история. Ну, целая, так сказать, там это самое. Очередь всяких разных дел. А так вот, мы рассматриваем политическую партию, как они. Это форма зарегистрирована. Ну, давай вместе осилим эту форму. Вот такой клич был брошен. Значит, год уже с лишним ушел на то, чтобы переговорить с разными людьми в плане приближения к реализации этого лозунга и призыва. В том числе, примерно прикинули возможные варианты названий, программ и так далее. Вот с Михаилом Васильевичем мы взяли опыт, который был в свое время в партию трудящихся России. Партия труда. Партия труда России заложена. Поэтому, вот постарались мы на этот заход зайти. Смысль такой, что максимум такая, как бы сказать, широкая и короткая программа, которая состоит из двух правлений. Первое, это максимальное развитие прав трудовых коллективов в борьбе, касается экономической борьбы. Постовки, стачки, права там. И второе направление, это общедемократические права и требования. Побода, печати, слова, выборы, демонстрации, даже что-то есть. Изложено это на трех листочках. Значит, название предложено «Российский объединенный трудовой фронт». Сокрование получается «Рот фронт». И проведены переговоры со всеми союзниками. Пока вырисовываются три основных колонны. Первая, это классические, ортодоксальные, марксисты. Ее союзники ближайшие, которые есть. Так, это общая партия, контрабочая академия, классовые профсоюзы, КПСС организации, которые есть, система Совета ФРИГ, и так далее. Российский комсомол революционный. Это первая колонна. Вторая колонна, это разные леваки и левая тусовка. То, что наиболее общим имеет название «Левый фронт». Я тогда через 25 минут буду около этого самого. Хорошо договорились. Левый фронт, это Пригарин, это АКН, это Баранов с его ресурсами Интернета и так далее. И левая демократическая составляющая. Это социал-демократа Боленский, Черепков Виктор Иванович, и Багурин думает, с Алксисом в этом направлении. Ряд организаций, которые сказали, что мы будем поддерживать, еще не заявили о прямом вхождении, но имеется в виду Керехов со своим союзом офицеров движения «Союз» Георгия Ивановича, покойного Тихонова, «Армия воли народа» товарища Мухина, газета «Экономическая» и «Фасовская», которые и так как. Кроме того, что общая договоренность проведена работа уже по взвешиванию возможностей. Все пространство географическое разделено на зону ответственности. РКРП на себя взяло 31 регион России, Черепков с демократами 26, левый фронт 16. Дальше плановые задания, дальше прикидки, дальше технология, которая предусмотрена, сдано в Минюстове о том, что оргкомитет создан по созданию политической партии с предположительным названием «Российский объединенный трудовой фронт». И дальше по закону технология вся пошла. Полгода отводится на то, чтобы въезд, затем полгода отводится на тамбор отчисленности регистрации региональных отделений 50. Вчера удовлетворение сдали, вчера же получили от них бумагу, что удовлетворение приняли в добрый путь. Поэтому поезд пошел, съезд назначен на 22 февраля учредительный. Значит, всех приглашаем, все мы, в Москве. Залающие могут сразу поднимать руку, мандат, делегаты и прочее. Пронимаются и умные мысли, и советы, и люди, и участие в любой форме. Еще раз, не политическая партия, вот в нашем понимании, вот тут новая организация какая-то. Это форма работы, которая на сегодняшний день является, ну, своеобразной формой, вот, классовой борьбы. Нас хотят вытеснить, если есть вопросы, я отвечу. Ну, в рамках законов? Можно. А еще лучше все-таки объяснять, можно даже не движение, а это действительно фром. Есть даже опасения, что нас могут не зарегистрироваться, название фром. Кажется. Не знаю, тебя есть еще что-нибудь такое. Попозже, через часик полтора. Когда тыл, тогда тыл. Ну, ничего, ничего. Тогда тыл надо поставить. Неплохой, да. Российский объединенный трудовой тыл. Посмотрим, да. Виктор Качев, если не будет фронт, тыл. Тыл. Российский объединенный трудовой тыл. Ну, да, ты, блядь, победа ковалась в тылу, да? Поэтому мы отсюда будем начинать. Ну, если не зарегистрироваться, что делать? Ну, ничего, ничего, зарегистрироваться. Первый раз, когда мы с ним на регистрацию, вот, Михаил Васильевич, помню, нам тоже со всех сторон говорили. ЦК, тогда еще ЦК, 91-й год, после запрета Ельцина, в ЦК сидели так называемые ликвидационные. Вали дела, это самое в Ельцинский архив. Они трудоустраивали аппарат. Мы шли и думали, что не дадут, надо пригнуться, сейчас названием, кому-нибудь есть. Мы с ручей говорили, что на столе у Ельцина бежит проект указа о полном запрете всякой коммунистической деятельности. Ну, положите, мы говорим, положите на стол Ельцина другой проект разрешения коммунистической деятельности. Проблемы нашли. Ну, ладно. И стакан. И стакан, и все пройдет. Игорь Иванович, я, если можно, отпрошусь меня, я там, это самое, что побежали. Я дверь не закрываю, у вас там все эти самые. Нет, я все добрал, закрывайте. А, да. Всего доброго, прошу, простите. Так. Тогда переходим к занятию. Тема сегодняшнего занятия – накопление капитала как условия расширенного воспроизводства. Вроде бы звучит она сложно. Есть сложные моменты, но есть и достаточно простые, и понятные. О чем пойдет речь. Вот мы живем сейчас в условиях капитализма. Хотим мы этого и не хотим. С одной стороны, понятно, что капитализм, особенно в разных формах, это строй. Это все мы, наверное, помним еще, со школьницами, со студенческих. Строй жигневающий, паразитический и прочее, прочее, прочее. Все это правильно, это так. Капитализм в то же время является формой развития производительных сил. Это тот строй, который словно прогрессивнее ранее существовавших формаций. И это строй, который дает развитию обществу. О, сейчас нет, другого нет. Совершенно верно. Я имею в виду в России. В России на сегодняшний день есть капитализм. Есть капитализм. Вот поэтому давайте с этой точки зрения рассмотрим, как вот под законом развивается капитализм, как это можно преломить в сегодняшнюю ситуацию. Понятно тоже, для того, чтобы началось производство, необходимо, во-первых, рабочая сила. То есть работники со своими умениями. Достанет главных производительных сил и общества. С другой стороны нужны средства производства. Средства производства, которые используют работники. В условиях капитализма, капиталистического производства, средства производства и рабочая сила принимают форму капиталов. Рабочая сила является современным капиталом, средство производства – постоянным капиталом. И в ходе процесса производства рабочие и продукт товарного капиталистического хозяйства принимают форму товара, предоставляющего стоимость. В ходе процесса производства рабочие переносят стоимость средств производства на готовый продукт и создают новую стоимость. Новая стоимость – это эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочная стоимость. Таким образом, капиталистически произведенный продукт обозначает буковкой W, латинская, основные части. C – это стоимость производства, B – стоимость рабочей силы, и M – прибавочная стоимость. В данном случае он описал процесс капиталистического товарного производства как единичный акт. Известно крылатое поражение классика, что любая нация погибла, если бы остановила свое производство хотя бы на один. Поэтому процесс производства не останавливается, он постоянно возобновляется. И производство, рассматриваемое в постоянном возновлении, рассматриваем не как единичный акт, а как постоянно возобновляемый процесс, называется ВОЗ-производством. Есть просто процесс производства, есть ВОЗ-производство. Производство рассматриваем как постоянно возобновляемое, есть ВОЗ-производство. ВОЗ-производство бывает двух типов – простое и расширенное. Простое – это когда оно повторяется в неизменных масштабах, в неизменных размерах. И расширенное – это воспроизводство, которое увеличивается. Для капитализма характерно расширенное воспроизводство в увеличивающемся размере. А простое можно рассматривать как момент этого расширенного воспроизводства. Я дал некоторые вводные определения, которые нам понадобятся. Вопросы потом или сейчас? Потом потянемся к самому началу. Я немного пожертвую наукообразностью и более популярного изложения. Процесс производства совершился, произведен продукт, который раскладается по стоимости на три составные части. Я раз повторю. Это С – стоимость средств производства, В – стоимость рабочей силы и М – прибавочная стоимость. Для того, чтобы возобновился процесс производства, что должен сделать капиталист? Потому что у нас капиталистический. Во-первых, он должен восстановить или возобновить потребленные в процессе производства средства производства. – Понятно, что в ходе процесса производства рабочие при помощи инструкции и знания своих умений потребляют средства производства. Получается на выходе готовый продукт. Есть специальный экономический механизм, который это обеспечивает. Это он называется амортизацией. В процессе производства, износа основных средств, переноса их стоимости на готовый продукт, вот эту часть стоимости, которую перенесались, должен как-то отдельно выделить. А он получает деньги за счет реализации продукта, в котором перенесенная стоимость существует. Он должен как-бы отложить на особый счет и накапливать. Накапливать и потом пускать их в дело, приобретать средства производства для того, чтобы возместить потребленные в ходе вот такой механизм амортизации. Вторая составная часть – рабочая сила. Тоже рабочий, который трудится на предприятии, он производит продукт, он должен восстановить свои силы. Капиталист должен оплатить стоимость рабочей силы. Если он оплачивает полную стоимость рабочей силы, то можно предположить, что она будет полностью восстановлена. Но тем самым обеспечивается только простое воспроизводство. Речь идет о том, чтобы дать и расширенное воспроизводство. Вот для этого существует третья составляющая часть стоимости. Это М – прибавочная стоимость. То есть для того, чтобы обеспечивалось расширенное воспроизводство, необходимо часть прибавочной стоимости капиталисту направлять на приобретение добавочного капитала. Добавочный капитал, опять-таки, раскладывается на две составные части. Это новые средства производства и новая рабочая сила. Если этого не делается у капиталистов, тогда расширено воспроизводство. Вот на прошлом занятии здесь была критика со стороны бывающего нашего товарища, что мы приводим цитаты классиков Маркса, поэтому я вот вставил вам из второго тома капитала. Весь характер капиталистического производства является увеличением авансированной капитальной стоимости. Следовательно, в первую очередь, определяется производством возможно больше прибавочной стоимости, а во-вторых, производством капитала, то есть превращением прибавочной стоимости в капитал. Том 24, страница 91. Вот, скажем, это первая часть. И второе, надо, чтобы этот процесс расширенного воспроизводства желательно, чтобы он происходил равномерно, без каких-то резких колебаний, плавно. Для этого необходимо соблюдать условия реализации. Условия реализации, которые во втором томе капитала Карлом Марсом были, достаточно подробно и ясно рассказывали. К сожалению, вот здесь доски я пока не обладаю техническими возможностями, как профессор Огородникова. Наслух очень тяжело воспринимать. Я для, скажем, прощения, вот здесь вот распечатал эти условия, вам раздам и попытаюсь пояснить. Можно сюда передать тоже. Так, всем там хватило. Еще раз напоминай, то есть мы идем в пляжах, что называется, от печки. Вот стоимость капиталистически произведенного продукта, обозначается буквой W большой, раскладается на три составные части. Есть. На C плюс В плюс М. C – это стоимость потребленных средств производства. В – стоимость рабочей силы. И М – прибавочная стоимость. То производство Марк подразделил на два больших подразделения по характеру производимой продукции. Первое подразделение, вот оно здесь обозначено, это производство средств производства. Второе подразделение – это производство предметов потребления. Ну, это понятно, я думаю объяснять. Соответственно, стоимость продукции первого подразделения, вот обозначим буковками C1, В1 и М1. А стоимость продукции второго подразделения обозначим буковками C2, В2 и М2. Понятно здесь? Вот дальше давайте разбираться. Значит, продукция первого подразделения. По своим натуральным вещественным характеристикам это средства производства. То есть, станки, оборудование, машины. А по стоимости C1 – это те же самые, как бы стоимость потребленных средств производства. АВ1 – это заработная плата рабочих, а М1 – прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения. Где могут капиталисты взять потребленные, капиталисты первого подразделения, взять потребленные средства производства из своего же первого подразделения, поскольку они там его и производят. А где должны взять продукты рабочие первого подразделения на свою заработную плату? Они же не могут потреблять станки и машины. Они вынуждены обратиться, как бы за помощью, второе подразделение, где производят предметы потребления. И капиталисты, поскольку речь пока идет о простом воспроизводстве, то есть предполагается, что всю прибавочную стоимость они потребляют и тоже должны реализовать эту прибавочную стоимость в втором подразделении, где производятся предметы потребления. И с другой стороны, обратимся теперь ко второму подразделению. По натуральному веществу составу это предметы потребления, а по стоимости С2 это стоимость потребленных средств производства. Капиталисты где могут их взять? У себя в подразделении взять не могут, потому что там производятся предметы потребления. Они вынуждены как бы обратиться за помощью первого подразделения, где производятся средства производства. В2 это заработная плата рабочих второго подразделения. И они могут реализовать эту заработную плату в своем же подразделении, где производятся предметы потребления. А М2 это прибавочная стоимость капиталистов второго подразделения. Опять-таки напоминаю, что у нас речь идет пока о простом воспроизводстве, то есть прибавочная стоимость вся потребляется. И опять-таки она потребляется во втором подразделении. Поэтому из этого выводится условие простого воспроизводства. В1 плюс М1 равно С2. То есть заработная плата рабочих первого подразделения и прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения равняется стоимости потребленных средств производства второго подразделения. Но у нас речь идет о накоплении, то есть о расширенном воспроизводстве. А расширенное воспроизводство действует за счет накопления, то есть капитализации части прибавочной стоимости. Проще говоря, за счет того, что капиталисты должны не все проесть, пропить, прогулять полученную прибавочную стоимость, а частью отправить на развитие производства, на добавочный капитал. Для упрощения, в прошлом году у нас было занятие по производству, поэтому я все-таки воспользовался прошлогодним занятием и ситуацию несколько упростил. Предположим, что капиталисты часть прибавочной стоимости отправляют только на увеличение капитала. Что у нас получается? Вот я схематично изобразил. Капиталист первого подразделения должен из своей прибавочной стоимости М1 какую-то часть отправить на приобретение дополнительных средств производства, дельта С1. Соответственно, стоимость средств производства увеличится. Она обозначена на схеме как С1 плюс дельта С1. Во втором подразделении то же самое. Капиталисты второго подразделения часть прибавочной стоимости отправляют на увеличение стоимости постоянного капитала. То есть, дельта С2. Это С2. Соответственно, условия при расширенном воспроизводстве несколько усложняются. Оно обозначено. В1 плюс в скобочках М1 минус дельта С1 равняется С2 плюс дельта С2. Вроде бы, с одной стороны, наверное, для непривычного духа это кажется сложным, но на самом-то деле это достаточно просто и ясно. И вот лучше Марса, я думаю, эти условия не объяснил. Таким образом они применяются, скажем, к развитию российского капитализма. Вот переходим к некоторым мнениям. И посетил я библиотеку здесь в воскресный день. Взял несколько статистических справочников. Нынешних российских статистических годников. Очень толстые, большие, под тысячу страниц. Вот интересно сравнивать с той статистикой, которая была, скажем, в советское время. Очень много сейчас чего всякого. Все, что касается, скажем, развития производства, состояния главной производительной силы рабочих, основных фондов, средств производства. Как-то все с трудом ищется и причем, попросту говоря, многого и нет. Давайте начнем по порядку перекомментировать вот те, скажем, некоторые теоретики, которые я осветил в начале лекции. Вот первое. Пока речь даже не идет о расширенном воспроизводстве. Первейшая задача, чтобы обеспечить хотя бы простое воспроизводство, нужно восстановить стоимость потребленных средств производства. То есть для этого существует амортизация, о которой я говорил. Вот берем статистику. Стоимость основных фондов на начало 2008 года справочно 61 триллион рублей. Колоссальность. На начало 2007 года она равнялась 54 триллионам рублей. На начало 2007 года, 1 ноября 2007 года, стоимость основных фондов, то есть это стоимость средств производства, составляла 54 триллиона рублей. И в течение года, в течение 2007 года, наши капиталисты, за счет средств амортизации, как бы, скажем так, прикупили средств производства основных фондов на 0,9 триллиона рублей. Это означает 1,7% от стоимости в тот период. Это означает, что для того, чтобы восстановить потребленное такими темпами, нужно порядка 60 триллиона рублей. Ситуация такая, что вот у нас идет возобновление потребленной в ходе производства фондов. Мы можем совершенно спокойно, точнее, в кавычках, спокойно сделать вывод, что наша промышленность, которая и так-то покается, окончательно загнется. Значит, отношение темпов. Вот где-то в 2007 году были радужные надежды у правительства, так это они и писали, особо не афишировали, поскольку это и приятно. То в 2008 году российская промышленность, объемы промышленного производства достигнут уровня 90 года. То есть, понятно дело, что тот показатель, который сейчас во всяких, скажем так, сборниках присутствует, ВВП так называемый, он превысил. Но там есть услуги, а вот объем промышленного производства, он так ведь не достиг уровня 90 года. Затем случился в прошлом году кризис, падение производства в этом году, значительно, 15%, поэтому вопрос вообще исчез. То есть, 15 лет, 15 лет, еще большой срок это или малый, достаточно посмотреть пример из истории СССР. Вот закончилась Гражданская война, второй, двадцать третий год, план Голл-Рофф был Пучин, затем первые пятилетки, вторая, третья, которая, так сказать, была прервана войной. То есть, приблизительно, тоже соответственно, 15-17 лет. То есть, из страны Кристианской превратилась в мощную индустриальную державу. Ладно, там, советский строй, социалистическая страна, возьмем примеры капиталистические, послевоенные, скажем, Япония, Германия. С начала 60-х годов, это 15 лет прошло, первая мировая экономика. Франция тоже была разрушена в годы войны, скажем, по уровню производительности труда, если не ошиблась, она входила в ствол трех, или даже на втором месте было. То есть, 15 лет этот срок достаточный, вообще перевернуть полностью экономику. А с пока 15 лет мы даже не можем обеспечить простого воспроизводства. И одна из причин, вот, так, что касается второго фактора, да, это рабочая сила. Здесь еще есть рабочая сила. Нормальное воспроизводство предполагает сплачивать уровень заработной платы, соответствующий стоимости рабочей силы. Специалистами фонда рабочей академии, ряда профсоюзных комитетов были сделаны какой-то стоимость рабочей силы. И варьируют в пределах, там, от 120 тысяч рублей до 220 тысяч рублей. Если средняя заработная плата на сегодня 18 тысяч рублей, то это 1 в 10. И о каком нормальном восстановлении рабочей силы говорит, с одной стороны, и с другой стороны. Вот статистика, вот, это не в кавычках, там показывает, что количество рабочих в стране резко сокращается. Что удалось выявить? До 2000 года опубликовали такую статистику. Это численность промышленно-производственного персонала, в том числе рабочих. Вот единственное, где еще остались следы упоминания рабочих. Ну вот, на вскидочку, значит, в 90-м году у нас было промышленность 17 миллионов рабочих, в 75-м – 18, в 80-м году – 19 миллионов рабочих, в 85-м – 19 миллионов рабочих. Вот там тоже начался, прекратился. А затем началось резкое сокращение. Резкое сокращение, в 90-м году – 17 миллионов рабочих, в 95-м году – 13, в 99-м – 10, и в 2001-м году – 9 с небольшим миллионов рабочих. Промышленность. После этого я, сказать, последние следы этой статистики. Единственное, что слово «рабочий» упоминается в социологических опросах. То есть есть статистика в разделе «занятость» и «безработица», как она получается. То есть раз в квартал органы статистики проводят опрос граждан, общее количество выборок – 60 тысяч человек, которым предлагается заполнить анкету. Кто-то являетесь по занятости. Целенный работник в такой-то сфере или рабочий в таких-то сфере. Ставят галочки. Вот на основании вот этих выборок я подсчитал, я назвал «рабочими». Их занятых во всей экономике России 27 миллионов рублей. Идем дальше. Что касается… Есть статистика, которая характеризует степень износа и степень обновления основных фондов в нашей экономике. Степень износа – понятно, что в процессе потребления средств производства они теряют свои потребительские ости, изнашиваются, и в следствии чего их надо, сказать, восстанавливать. Степень износа – 90-й год, 35%. Ну, как бы отправная точка отчета. И затем на протяжении всех лет эта степень износа неуклонно росла. И в 2008 году, в 2008 году, достигла 46 рублей. Можно сказать, что половина наших фондов полностью изнашена. Причем, причем, это, как говорится, средние цифры. В этом случае известный анекдот. Средняя температура по больнице – 36,5. 40 имеется, скоро помоют, у других там. Вот, оказывается, если брать по отраслям и, скажем, по сферам деятельности, не все так плохо. Вот три отрасли, где относительно благополучия, я их называю, торговля, операции с недвижимостью, на свою деятельность. То есть, при средних цифрах износа – 46%, там порядка 31%. А вот, скажем, такая проблемная отрасль, как производство и распределение электроэнергии, где недавно была фасальная авария, степень износа – 53%. Вот вам и факт, почему у нас входит на весь такие аварии. Коэффициент обновления. Этот коэффициент показывает, как обновляются фонды. Он рассчитывается как отношение основных фондов, введенных в течение года, к наличию в этом году. Смотрим, в 70-е годы – 10 с лишним процентов. Сколько говоря, раз в 10 лет фонды меняют. В 80-е годы – 8%. Раз в 12 лет – застой на лицо. В 90-е годы – и вот 2007 год, последние данные, 3,9%. Это означает, что на сегодняшний день, в 2000 фонды, вот коэффициент обновления – раз в 25 лет. То есть, такие темпы обновления, что только раз в 25 лет они обновятся. А в 90-е годы вообще были, кажется, катастрофические. И не более 2%. Не более 2%. То есть, раз в 50. Причем, опять-таки, я повторяю, что это средние цифры. А вот в таких отраслях, как торговля, финансовая деятельность, госучреждения – процентов. Это бедно раз в 14 лет. А вот производство и распределение энергии при средних 4% дает 2,9%. Коэффициент обновления, получается, несложный арифметический расчет даст вам 35 лет. Все подтверждается. Все подтверждается. И что касается, значит, вещь пока шла о том, что вот эти цифры говорят о том, что у нас и простое это воспроизводство. Не без... Последние данные, что удалось найти в источнике. Сегодня, амортизация – целых 0,9 триллиона рублей. Прибыль – 1 триллион рублей. Много это или мало? Ну, я совсем огрубляю. Прибыль составила порядка 5 триллионов. Только пятая часть из этой прибыли. Официально, скажем так. А с учетом того, что значительная часть средств амортизационных отчислений падила, перекачивалась в прибыль хитрень путя. Часть, скажем так, стоимости рабочей силы падила, да? Заработная плата там в 10-10 раз так же перекачивалась. А точнее, если быть, то путем игры ножниц цен, в общем-то, уходила, скорее всего, за рубеж. Можем сказать, что вот о накоплении сейчас, конечно, речь идет. Справочно, за счет бюджета, целых 1,1 триллиона рублей, то есть государственного бюджета, за счет перераспределения национального хода, было направлено на инвестиции. И при банках все составили 0,5. Это отдельный разговор, это отдельный разговор. Источники инвестиций. Я не добавляю, что это инвестиции. Амортизация 0,9 триллиона рублей, прибыль 1 триллион рублей, средств, молодежи банков, полтриллиона рублей. Инвестиции – это хитрое такое слово. Хитрое сжатое мы свои деньги вкладываем. А куда вкладываем? Можно действительно приобрести танки, оборудование, построить новый завод. А можно купить акции, ценные бумаги. Здесь отдельный предмет для анализа. Если мне удастся найти концы, я, конечно, с удовольствием скажу, как вот на самом деле происходит. Как уходят деньги. Что в этой ситуации? Я заканчиваю, подхожу, делаем и можем сделать. Анализ этой ситуации был проведен в Рабочей Академии, союзными работниками. Он изложен в яхто-опубликованных газетах «Народная правда», «Слава России». Данцы были направлены в правительство Российской Федерации, к примеру, Генту, «Керсоэкономического развития». В давнейшем, так сказать, международной научно-практической конференции, которая состоялась в Нижнем Юнии, Российскую Конференцию, чтобы обеспечить, полнить, скажем, задачу, не дачу, а предназначение. Анализм, как формы развития производительных сил, лечить расширенное воспроизводство. Нужно трог восстановления основных фондов, то есть направлять в восстановление на приобретение фондов целых девять десятых триллиона рублей. Второе. Обеспечить достижение заработной платы, уровня, стоимости, рабочей. Третье. Направлять не менее 50% прибыли капиталистов на капитализацию, на накопление, на увеличение. Вот такие у нас рекомендации. И все круто. Пожалуйста. Это сообщение, оно не совсем соответствует ли они жизни. Поскольку мы знаем, у нас существует дневная экономика. Производство в том числе там есть. И доходы от этой дневной экономики, порой там где-то цифры дают, сравнимые с государственным годовым бюджетом. И эти отношения также в экономику, наверное, определенным образом нужно как-то, ну, где-то говорить. Это первое. Второе. По заработной плате. По заработной плате, она существует еще так же черная, называемая, да? Вот, которая тоже в статистике не указана, должен быть. Ну и вообще, статистика, вот достоверность этой статистики тоже нужно брать не 100%, а, наверное, с каким-то приближением. Потому что власти под свои оправдания действия эту статистику могут соответствующим образом корректировать. Вот, нет, я к тому, что, в общем-то, раскрывая тему, наверное, нужно этим моментом тоже говорить. Ну, развернутый вопрос. Вот развернутый вопрос. Достоверно ли тогда вот так заявлять, что у нас вот сейчас случается? Если уж быть до конца, откровенно, еще хотел бы сказать, вот стоимость рабочей силы, она посчитана не с учетом всех, наверное, факторов в жизни людей. Потому что помимо работающих в семье, существует еще родственное отношение, существует еще что-то, что тоже влияет на финансовое положение семьи. Начну с последнего вашего вопроса. Вот стоимость рабочей силы, безусловно, она меняется. Первые расчеты были сделаны года три назад, опубликованы. За три года много чего произошло. Видите, например, уровень инфляции, как определяющий фактор, просто стоимость рабочей силы. Словно, здесь нужны просто свежие исследования. Денежное выражение, стоимость рабочей силы. Словно, здесь нужны свежие исследования. Пожалуйста, вот я бы, сказать, предложил вам рассчитать. Словно, перерасчет. Да, я бы предложил вам сделать перерасчет стоимости рабочей силы, например, докеров, механизаторов. Макова, Поржа, сам Кирилл. А, в своей организации, я просто не знаю, где. Спасибо. Ну, это замечательно. Вот у нас нету такого. Я буду с удовольствием быть даже готов вам помочь чем-то, дети отдельные, почитать стоимость рабочей силы на электросиле. Быть голословными, сейчас потом. А что касается первого вопроса, ну вот есть понятие, у нас занятие, скажем так, научное, есть метод абстракции. Для того, чтобы выявить закономерности, мы абстрагируемся от достаточно многих факторов. Вы возьмете капитал Маркса, он постоянно начинает любую главу с того, что я абстрагируюсь от того и от того. Вот здесь много факторов можно к этому привлечь. Например, здесь огромное влияние у нас сейчас на развитие производства и воспроизводственных процессов в капиталистической России является внешняя торговля. Теневая экономика. Есть речь в этом пока о выявлении основной закономерности развития, в слове реализации простого расширенного воспроизводства. А экономика реальная, российская, она как пример. Пожалуйста, какие вопросы? Давай тогда к этому. Сейчас вопросы, а потом уступление. Сколько же у нас рабочих теперь? Сказали сначала 7, потом 20. Нет, я повторяю. Значит, что удалось найти в нашей российской статистике. Последнее упоминание, вот слово рабочие, рабочие, в 2001 году. В 2001 году. Одна табличка, где дается численность ППП, так называемое, промышленно-производственного персонала. Так вот, там есть графа, в том числе рабочие. В том числе рабочие. Последняя цифра 9,1 миллиона. Рабочие в промышленности. По статистике. По статистике, да. Российский статистический ежегодник. Вот, 2000 год, 113 страница, пожалуйста. После этого данная, так сказать, таблица исчезла. И стали проводить, где-то с 2005 года, статистические исследования. Социологические, да. Исследования. Берут выборку раз в квартал. 60 тысяч человек. Им предлагают поставить крестики и нолики. Кем ты являешься? Задают вопрос. Кто ты? Руководитель там? Работник среднего знака. Рабочий такой промышленности. И вот люди ставят галочки. После этого обрабатывают и переносят целым на экономику. Вот таких, я насчитал, 27 миллионов человек. Вот как к ней относиться? Достаточно осторожно. Так, еще треть. По переписи населения тоже, да, пара учитывая. Подел, что она проводится? Она тоже была в 2002 году. Это отменяет пока. Еще какие вопросы? Более корректно. Нет, тогда, пожалуйста, выступление. Тоже. Михаил Аселевич. Вот это действительно афракция, это ковы условия. То есть, если условия такие выполняются, то все будет хорошо. В этом мысли Маркса, так сказать, то есть, то, что должно пойти из первого подразделения, должно равняться тому, что пойдет из второго. Это все, так сказать. Ну, а что на практике? Вот я на верхнюю часть. Вот второе подразделение. Кто во втором подразделении производится? Вот, дорогие наши капиталисты, С2 совершенно не собираются. Это может и два, то есть, средства производства не собираются покупать. Сейчас можно яхту купить. Поэтому С2, эти предметы, менять ни на кого, будет проедено в этом втором. В2, это, по идее, надо бы дать рабочим. Папочная стоимость. Есть форма прибавочная стоимость. В2 еще поменьше производить таких вот предметов. То есть, автомобили для бака. А тех, кто дали со средним достатком, вообще их не производят. Среднюю зарплату, какая у нас есть? Ну, 20 тысяч. А потом можно купить автомобиль? Сяло именно там отборочит. А, шумит и прочее. Так. Ну вот. Так что вот, пусть первое подразделение не ждет никаких предметов. Подразделение от второго подразделения. Теперь берем первое подразделение. Теперь то, что от него остается. С1. Это вам надо поменять на предмет оботребления. Ну а зачем? То есть, вот это С1 надо сохранить как средство производства. Да? С1. Это было простое воспроизводство. Вот это С1 можно просто количество средств производства. если там покупать. Тоже купить. В1. Это средство производства, но в количестве для зарплаты работников. Ну, закупить всякое барахло, там, куриные огорочка из Америки купить. Всякие, там, сою купить, дрянь всякую купить. Сюда привезти. Добавить в пельмени. М1. Купить. В Западе предметы роза. Это мы и наблюдаем. Это как бы вот тот капитализм, который был после кандалитма. Что такие были капиталисты? Передовые были люди. Для совета, потому что они были за ФРЭЗ, развитие, проговорительных сил, там, за слабость. А эти, кто пришли? Шантропа. Бандиты, полубандиты. Потому что вот он зарезал 30 человек, набрал денег. И что дальше с ними делать? В банк положить? Он не дурак. Он знает, что в банке есть. Что он делает? Он становится авторитетным предпринимателем. То есть оформляет ООО или ОАО. И, так сказать, начинается это производство. И вот с всеми результатами, которые я описываю. Вот я думаю, что вот если, так сказать, вот с учетом того, что сказал, Виктор Иванович, посмотрите, что у нас происходит реально. Не выполняется условие реализации прошившего ПВО. То есть если условие не выполняется, то кризис. То есть никакими силами. А государство говорит, что не надо ничего нам делать, государство. В лице. Не что умеешь. Если именно только потом опять отдадим. Пять депутских. Просто государство не выполняет, а в послании президента говорит. Детесь на себя. Вы думали надеться, на пояс надеться, что он поверил. А надетесь. А ООО РЖД. А надетесь. Вот если на себя надеяться, то, естественно, никакие условия. То самое госрегулирование, которое нужно, чтобы хоть как-то умирать. Возможные такие. Вот либеральный консерватизм. Что такое консерватизм? Что у нас консервируется? Либерализм. То есть ничего не заниматься. Ничего не делать. Ходить в кассу, получать деньги. Ну, в кассу, конечно, ходить имеется. Есть желающие? Вроде как это учимся пропагандировать, людей агитировать. А приходим к простому трудовому человеку. Вот ему это в нашем житейском языке вот это все донести. И хотелось бы нам тут некоторые моменты вот этой пропагандистской деятельности бы дали бы. Потому что рядом сидят рабочие, мы рабочие. Общаемся. И вот положи ему вот бумагу, и он сразу ее в сторону и заговорит о простом. А готовить для пропагандистской агитационной работы, ну, все-таки для этого, я считаю, учебу-то подаводит. В моменты, мне кажется, как-то хочется, чтобы она бы у нас откладывалась из понятия простого, но научного изображения. То есть есть своего рода оторванность где-то теории и от практики. Мы же не готовимся стать здесь руководителями каких-то экономических учреждений, предприятий больших, а мы практически все-таки готовимся опять-таки идти в массы и говорить про тот же фронт, про то, как народ убирают, как там геноцид против нас творят, и как нам нужно людей поднять на реальную болепу, чтобы встать в числе большинства и отстоять свои интересы, наверное. Или я опять-таки перехожу в вас слишком приземленное, и это наша учеба, все-таки она предполагает, что мы должны где-то быть выше, но отдача-то должна в итоге как-то внизу быть. Правильно, мы разобрали, что там практически есть и восьмиде, и он не прогнал. Пожалуйста, кто что? Иван Михайлович, пожалуйста. Товарищ Дайвутин, мы хотели бы возразить, значит, товарищ, потому что добиваются и все-таки рабочие были в более тяжелых условиях, чем сейчас. Они больше работали, 12-часовой рабочий день был, они были менее грамотные, и тем не менее, среди рабочих было не мало таких, которые поштудировали капитал. Другое дело, что насколько там поняли, какую часть, другую часть, другое дело, но рабочие добросовестно штудировали, ну и судя по результатам, не бесполезно. Здесь формулы, в общем-то, но они арифметические. Это на уровне пятого, седьмого класса максимум. Рабочие все-таки у нас со средним образованием, но так как-то все-таки надо стараться в этом разобраться самим, значит, вот пишется на два диктофона, если надо кому, кстати, товарищи, это самое, вот все лекции есть, они в электронном виде, записанные аудиоматериалы, если кому надо, это можем на диск записать, ну, кому как, кому на флешку, кому еще куда-то, но это надо стараться это понять самим, и надо стараться это объяснить рабочим, потому что когда что-то объясняешь другому, ты сам это понимаешь в первую очередь. Есть такой преподавательский анекдот о тупом студенте, да, студент тупой попался, я раз ему прочитал, он не понимает, второй раз ему объяснил, опять не понимает, в третий раз объяснил, сам уже все понял, он все равно никак не поймет. Так что вот это лучший способ понять самому это, попытаться объяснить другим, и вот я думаю, что если вот товарищи, которые здесь сейчас присутствуют, подумают, как они это будут рассказывать рабочим, и может быть, конечно, с первого раза тяжело понять, может быть, надо аудиозапись еще послушать, потому что Виктор Иванович он так в каком-то смысле адаптировал, у Маркса в Капитале по первоисточнику, если смотреть, это еще сложнее написано, вот это мы встретили здесь с адаптированным, так сказать, разжеванным вариантом, и проще, в общем-то, здесь особо не объяснишь, а если этих вещей не понимать, то, в общем-то, нельзя не только совершить какую-то существенную перемену государственного строя и стать в агрове нового государства, но и управлять производством в новых условиях как-то, мы же должны об этом тоже думать. Пожалуйста. Я думаю, что вот эта вот пропаганда, спуститься до низу, в ней, значит, и партии пропаганда пропали. Почему? Потому что тут идет все время опускание. Галко опустил Марса до себя. Нас он еще опускает. Мы пойдем, Александр Александрович, вы еще будете ниже. И опуститесь до того же неграмотного рабочего. Не стоит такая задача вот здесь у нас. У нас стоит задача, у вас стоит задача поднять рабочего для знаний. Здесь стоит задача у нас подняться, ну, на уровень Галко, вот он, кандидат экономических наук. А ему тоже стоит задача. Вот второй, он прочитал капитал, а третий, он прочитал или нет, изучал. Это большой вопрос. А там еще до второго первого, значит, 650 страниц. Поэтому мне кажется, что здесь собираются люди в университет, значит, не какая-то агитка, а университет, серьезные вопросы. И нам надо поднимать рабочих до нас, нас до Галко, до Галко, до Марца, до Марца уже не поднимать. Ну, пожалуйста. Может быть, чем хуже, тем лучше? Да вот, я думаю, что это как раз наоборот. Как раз наоборот, тем лучше, тем лучше. Вот, давайте, переходим к политическим выводам, да, элементарным. Материальные основы, физические революции, иначе рабочие классы. Поэтому, чтобы совершил он революцию, он должен быть как минимум. Вот я приводил цифру, что все уменьшается, уменьшается и исчезает. И тут, когда не будет рабочего класса, по принципу, чем хуже, тем лучше. Я говорю, это точно. Вы не видите, что нет? Нет, я даю цифру, нет, он есть, я называю цифры, как иди. Я думаю, у нас будет тема, мы еще подискутируем на вопросах. Я вот согласен с вашими представителями доцентами. Но вот с вами хочу согласиться и в практическом плане хочу все-таки предложить. Вот, начинать работу с рабочими, с расчета стоимости рабочей сети. Будет это сделано, вот это будет сделан громадный шаг. Практический. Практический шаг, да. По ганде ваших рабочих. Вот с этого надо начинать, я сам есть. Так что все, спасибо. Следующее занятие у нас по плану. Четверг, если не ошибаюсь. Президент технических наук Герасимов Иванович. А что будет? Система я, к сожалению, я не знаю. Главное, чтобы я не знаю. Ну, людям сказать, не надо. А, тема забастовочная борьба. Значит, тема занятия забастовочная борьба в России в 2009 году. Да, доцент Герасимов есть такой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.